Новогодняя ёлка. Главный атрибут праздника. Она может быть самой разной. Ёлки-кактусы, новогодние деревья из бутылок, ели с искусственным интеллектом и трезубцы вместо новогодних игрушек. В разных регионах Украины фантазировали как могли. Что получилось? Результат видели наши корреспонденты. Главная ёлка Донецка украшена необычной световой иллюминацией в виде детских рисунков. Малыши делали эскизы, а художественная комиссия выбирала лучшие работы. На украшения сбросились предприятия, расположенные в центре города. Самое сложное было выбрать из сотни рисунков те, которые украсят главную ёлку. Предприятие, которое изготавливало саму иллюминацию, выбрало 10 рисунков, которые по технической возможности были возможны их изготовить и по красоте. Снеговик, райские птицы, звезды, полумесяцы и, конечно же, лошадки. Тут их сразу две. Тебе понравилась такая ёлка? Что тебе понравилось? Две означки. А рядом с ёлкой живые символы года. Пони катают всех желающих. За лакомство. Будем ему овцом. Ну, ещё морковочку немножко угощаем. В новом свете в этом году ёлка-пирамида из бутылок из-под шампанского. Стеклотару собирали целый год. Сооружали неделю. Ушло 5999 бутылок. Там металлический каркас сварен. И приварены штыри. И бутылка одевается на штыри. Выдержит ветра. Всё выдержит. А в Никитском ботаническом саду дождиком, мишурой и игрушками традиционно нарядили кактусы. Ведь, как и ёлки, они тоже зелёные и колючие. Это один из наших старожилов. То есть растению больше 50 лет. То есть есть они больше. Пока наряжали. Сильно покололись? У нас уже у всех людей иммунитет. Как говорится, есть такая пословица. Первый укол кактуса человеку заражает его вирусом кактусоводства. Национальная тематика и цвета доминируют в убранстве главной ёлки Львова. Кроме того, на 18-метровой новогодней красавице сотни деревянных игрушек, сделанных местными мастерами и детьми. Формы были вырезаны в майстернях столярных. А дети размальовывали эти игрушки в традиционных яворевских взорах. А три зубы и зерки в классических золотистых кольорах. А на четыре стороны света со львовской ёлки ангелы трубят о рождении Христа. В Днепропетровске ёлкой стала огромная металлическая конструкция в стиле хай-тек. Вместо игрушек тысячи светодиодов. На ветвях возникают орнаменты от снежинок до сложных этнических рисунков и поздравления на разных языках. Она управляется компьютером. На ноутбуке заложена программа специальная, в которой складывается целый видеофильм, который отражается на этой ёлке. У подножия ёлки сани Деда Мороза, падающие звёзды, аллеи разноцветных деревьев и десятки других светящихся композиций. Этих огоньков сколько тут? Тут не миллионы, тут кинтильгионы и более. А по сказочному городку гуляет настоящий Дед Мороз с подарками для малышей и пожеланиями для украинцев. Чтобы всё у нас было хорошо. С Новым Годом! Ирина Исаченко, Максим Кошелев, Кристина Гошенко, Наталья Грещенко. Подробности телеканал Интер. Ну а самую высокую ёлку в Украине поставили в Харькове на площади Свободы. 36 метров. Иллюминация просто сказка. 60 тысяч светодиодных огней украсили зелёное чудо, которое переливается и имеет невероятное множество световых комбинаций. За огнями можно наблюдать как минимум четверть часа без перерыва. Ведь каждые несколько минут новогодняя красавица удивляет новыми световыми сюрпризами.